Виталий, давно ли вы играете в КВН? Я играю в КВН уже четвертый год, с восьмого класса. Как-то вот пришел и затянул. И тебе нравится это? Да, конечно, нравится. И так, сейчас я уже с вами возьму. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас цели команды КВН техники. Умные, веселые, озорные ребята. Выступали перед нами, ночь вперед. И нас в команде столько же, сколько и в команде есть одного человека. Только на одного побольше. Нас как в логарифм четырех, а по основанию два. Нас столько же, сколько было бы, если бы объединились два пятка, одного актера. Нас столько же, сколько звезд на небе. Ну, такой специальный небе, двух звезд. В общем, у нас двое. На самом деле, наша команда – это могучая стара. У нас есть два вожака. Часть команды идет за одним, часть за другим. Тех, кто дошли, все здесь. Я Виталий, а я тебя прошу. И мы начинаем. И наша первая криятюра – лицемерка. 10 на 15. Хорошо. Хорошо. 15 на 15. Какой симметрический человек. А может, вы посмотрите. В детстве братьев-запашек за плохое поведение сажали в клетку с тиками. Но мало кто знает, что изначально братьев было 8. А теперь представьте, что было бы, если бы ведущий программы «Коля чудес», в клубу ведущей программы «Форт Боярд». Так Алексей, чего угодно идете? Ко мне подойдите? Да ладно, Лабиринт. Лабиринт Алексея – это правильный ответ! Выбирайте приз. Либо билет для концерта «Рома желудка», либо билет для концерта «Стаса Михайлова», либо в вас сложат 4 тигра. Минута на размышления. Лабиринт Алексея – это правильный ответ. Да что я думал, где Чигы? Вон там! Лабиринт Алексея – это правильная темпиатура, до выпреждения. Вам нужно прописать вот тут вот, вот тут вот, вот тут. И тогда все ваше мышцы придет к мне. Джон Массетанке, две Феррари и четыре корольницы по телевизору. Я вам буду это прописывать. Ну пожалуйста. В чем ваш секрет? Лабиринт Алексея – это правильный ответ. Лабиринт Алексея – это правильный ответ. Ну�� Terkirnyk Next. Здравствуйте, мои господа. А у нас тут будет человек, который ни разу в жизни не носил шапы. Здравствуйте, Виталий. Расскажите, как такое вообще возможно? Ну, я работаю. Я учусь, я двое детей зайти на шапки и времени меня совсем. А какаяLilly же семья? Кстати, моя семья ничего не знает, но, кажется, младостарший не начал что-то подозревать. Все-таки шесть месяцев, пацану, пора бы уже. Боюсь, по моим штабам пойдет. А с чего он у вас начинал? В детстве у меня была шапка с зеленым бубольчиком. Я ее ходил и лелеял. Но однажды бубольчик оторвался. Я беднее купил шапки без бубольчика, понимаете? И люди, и люди, и лето. Но никто не сказал, что вы корыстые людишки. На шестой день я снял шапку и понял, что бубольчика нет. Мама отвезла меня в больницу, диагноз был очевиден. Острая шапочная недостаточность. С тех пор я помочь ему столько горчаться. Вы не отчаивались, не отчаивались. Это норма. Ведь жить здорово. Наша следующая кандидатюра – водитель автобуса, который разочаровался в людях. Готеля, выходит. Слышь, пацан, у тебя 12 рублей, ты куда? Вот так всегда. Ты встаешь в 5 утра. Работаешь в 5 дней, не поглодая рук. Есть, пить, курить, тридеть по телефону и материться. Приходится прямо за рулем. А что в ответ? Где благодарность? Это 12 рублей. Но он не виноват. Уже, может, поедем. Видите? Вот так всегда. Слышь, ну что ты мне отвечаешь, Килка? И где ты не писал? Ты что-то неденько готовил и момент ждал. Ты укроплен. Уживай. Через 3 рубля. Я буду работатьㅠㅠ Дорогие друзья, у вас выступала команда команды сантехники. Сантехники. Также все, движуха пошла. Да, подожди, я вижу